Рейд начался в 7 утра. В это время по Мариупольской трассе наиболее оживленное движение междугородних автобусов. Инспекторы проверяют наличие техпаспорта, техосмотра и лицензии на перевозку пассажиров. Также смотрят на состояние авто. Через 15 минут выявляют первого нарушителя в маршрутке технические неполадки. Водителю придется заплатить штраф от почти 700 до 850 гривен. Уже составили протокол. В авто есть аварийный выход, но открывается дверь только изнутри, рассказывает инспектор. Внутри он открывается, а снаружи он не открывается. То есть могут быть такие ситуации, когда изнутри открыть его уже просто некому. Поэтому он должен открываться с обоих сторон, и снаружи, и с внутри. Водитель не отрицает вину и готов исправить неполадку. Рассказывает, за 10 лет работы у него не было ни одного штрафа. Аварийный выход открывается изнутри, снаружи не открывается. Просто не было предусмотрено заводом и затовителем. Ну придется переделывать. Ну неправо, значит будем платить штраф. Уже через полчаса останавливают и водителя нелегала. У него нет документов, разрешающих перевозку пассажиров. А в давать интервью шофер отказывается. Без комментариев. А почему вы перевозите людей без документов? 425 минимальный штраф. А когда он сможет поехать дальше? После составления протоколов, да, отправится дальше. Пассажиры же говорят, заплатив за билет от 50 до 70 гривен, они без опаски едут на отдых с нелегальными перевозчиками. Сели, да поехали. Не боимся. Не страшно, мы уже ничего не боимся. Ничего. За полтора часа сотрудники ГАИ проверили 9 междугородних автобусов. У четырех водителей не было документов, разрешающих перевозку людей. Им придется заплатить штраф в размере от 300 до 900 гривен. Все зависит от нарушения, говорят милиционеры. Увеличивается количество перевозчиков, которые предоставляют такие условия без соответствующих документов. То есть контролируется наличие лицензионной карточки у водителя. Если это нерегулярный рейс, то должно быть согласование с госавтоинспекцией о совершении нерегулярного рейса. Такие рейды гаишники планируют проводить регулярно. Говорят, после подобных операций количество нелегальных перевозчиков уменьшается. Документы и техническое состояние междугороднего транспорта будут интенсивно проверять до конца лета. Инга Лапикова, Василий Дмитриев, Панорама.